Нынешний день войдет в белорусскую историю как новая точка ее отсчета. В Минске состоится торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Она пройдет в присутствии тысячи гостей. Политики, депутаты, представители бизнеса, зарубежные гости, творческая интеллигенция и известные спортсмены. Среди приглашенных во Дворец независимости, где Александр Лукашенко принесет присягу, соберется без преувеличения элита белорусского общества. На торжестве будут и представители всех регионов страны. Так, утром из Могилева в Минск отправилась внушительная делегация. В ее составе руководители области, городов, районных центров, а также активные участники избирательной кампании. Взроблено Беларуси. Это сегодня тот бренд, который позволяет оценивать нашим соседям, что мы сделали за эти годы. Надеюсь, что в нашей стране будет мир, благополучие. И благодаря тому, что Александр Лукашенко взвешенную, понятную для всех проводит политику, мы сохранили все то, что было, и приумножились за эти годы. В сравнении с другими странами, ведь все познается в сравнении. И когда люди видят, что у нас спокойно, что мы спокойно отправляем детей в сад, в школу, студенты у нас проводят различные мероприятия спокойно, в общем-то, на душе тоже спокойно. И в дальнейшем мы будем поддерживать курс на стабильность, чем можем, будем помогать нашему государству. И стремиться к тому, чтобы наша республика была, наша страна, достойной среди других достойных стран. Церемония вступления в должность вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет не только во Дворце Независимости. На площади государственного флага клятву на верность белорусскому народу и президенту произнесут военнослужащие. Уже сейчас там находится наша съемочная группа. И на прямую связь со студией выходит Евгений Горин. Он знает многие детали предстоящей церемонии. Мы ждем от вас подробностей. Евгений, доброе утро. Доброе утро, Ирина. Ну вот сюда продолжают пребывать гости. Я только что увидел, как подъезжало несколько автобусов с приглашенными. Их достаточно много. Что касательно деталей, то их тоже очень много. Но главное, основное то, что торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента Республики Беларусь будет проходить впервые в Дворце Независимости. В зале торжественных церемоний Александр Лукашенко произнесет клятву президента Республики Беларусь и подпишет соответствующий акт. Удостоверение президента главе государства будет вручено в присутствии более одной тысячи приглашенных. Затем торжественные праздничные мероприятия переместятся сюда, на площадь государственного флага Республики Беларусь, где военнослужащие принесут клятву на верность белорусскому народу и президенту. По завершении церемонии перед главой государства торжественным маршем пройдет рота почетного караула. Кроме того, по случаю вступления в должность президента во Дворце Республики состоится праздничный концерт с символичным названием «Вместе в новый день». На главной сцене страны выступят взрослые и дети, самые разные исполнители и артисты. Но вот опять же я напомню, что впервые за всю историю торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента будет проходить здесь, в Дворце Независимости, на достаточно новых объектах. Так что присутствуем при историческом моменте. Ирина. Спасибо, Евгений. На прямой связи со студией был Евгений Горин. Наши корреспонденты продолжат следить за главным событием дня. И еще раз напомню, что прямая трансляция торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного президента Белоруссии начнется в 11.50 на главных каналах страны. И ее телеверсию можно будет увидеть в 9 вечера.